всем привет друзья с вами болтарез и мы продолжаем проходить властелина колец лего прошлой серии мы приручили голума и теперь держим путь по болотам болото ясен хуй болото сеня ну ты чё под ноги то смотреть надо он завел нас в трясину болото да да сюда хозяин мы проведем вас по надежной тропинке через топ какая подозрительная шкура быстрее хобби ты сюда мы идем быстро быстрее хобби ты сюда идем идем до еду я ага нам нужно прям и четко идти за голубом что такое я такой вижу первый раз что не так нам нужно ведро нам нужно потушить это да но в прошлый раз у нас был пиппин голум да подожди ты видишь я тут ведро откапываю так деревянное ведро хорошо набираем воду пускай всем этим занимается сэм он наш слуга как-никак как никак о слышите а прыжками можно гораздо быстрее передвигаться я пожалуй так и буду делать что за бред откуда здесь появляется да нам нужна вода откуда здесь появляется это непонятное пламя зеленое после голума причем ладно бы здесь просто постоянно горело еще это можно было бы как-нибудь оправдать мы после голума сэм а можно спросить какого хера ты делаешь пиздец сидели птички никого не трогали сэм пришел все разворотил ну допустим а голум там вообще что никогда не заткнется но он видит что я как бы занят я пытаюсь потушить огонь что-то подругу мне пиздец постоянно так окей теперь нам нужно здесь профессионально прыгать блять касать забыл я на другом просто сконцентрирован был блять опять поджог быстрее хобби ты сюда а то есть можно можно какими-то обходными путями что ли еще и динозавр оказывается обитали либо это гигантский крокодил хотя динозавры и есть гигантские крокодилы раз уж на то пошло так прыжками хорошо мне кажется мы ходим кругами ну кажется мне кажется от начальной точки мы не так уж далеко и ушли и вообще это не болото здесь наверное была какая-то авария может даже нефть разлита так я понял что надо делать потому что ну как болото может гореть так фродо я надеюсь если я тебя здесь оставлю ты никуда не уйдешь но он почему-то он почему-то здесь не хочет останавливаться так нет это не работает странно подождите а может быть это что-то вроде насоса может мне надо здесь попрыгать накачать как бы воду нет нет то есть мне нужно по-любому стоять здесь хорошо я попробую сделать следующим образом если фродо не хочет там стоять то я сначала отправлю сэма вот сюда поставлю его здесь переключусь на фродо вот отлично теперь на сэма и зачерпываю идеально все фродо можешь возвращаться ну не хочешь как хочешь стой там как он заебал уже за собой все поджигать может он это специально делает чтобы с нами случилась беда и он без проблем заберет кольцо ага теперь нам нужно вернуться слушайте ну болото здесь блять здоровенное я наверно только половину прошел вот он заебет наверное нас своими фразами давайте быстрее хоббиты нужно торопиться мне кажется это будет сниться мне долгое время так замечательно идем дальше я даже вижу уже где будет следующий колодец где нам надо будет набрать воды опять бедных птичек сейчас мы распугаем ну что поделать так ага фиал фродо значит что-то здесь есть ну-ка фродка давай а что там собственно там паутин или что а нам надо просто сконструировать все ясно так окей теперь стене у нас подцепляет и обваливают сеня в этой серии разрушитель все прекрасно набираем и сваливаем я что-то не понял а что случилось я разве в огонь наступил не может быть такого я стоял на безопасном расстоянии сука это мой мишка сэму вообще абсолютно насрать где спать на чем самое главное чтобы рядом был его мухей прячьтесь хоббиты быстрее сюда прячьтесь окей а фродо мы будем прятать или нет а выбрать эльфийский плащ а все понял так насколько мне известно из фильма эльфийские плащи давали абсолютно всем хоббитам а не только у фродо или я чё-то путаю ну окей ладно я кустик 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 я вовсе не фродо это работает хотя может быть да может быть плащ был и только у фродо я вот сейчас что-то вспоминаю фильм и не припомню такого момента когда другие хоббиты прятались бы за свои плащи да уйди уйди пусть там прячется Семен у Семена нет плаща у него есть сковородка и лопатка и веревка вряд ли это ему как-то поможет спрятаться от нас было если после голума и сейчас будет пламя то пройти это будет просто нереально учитывая что за нами ещё Назгут летает да уйди господи я пытаюсь просто зажать девяточку и выбрать плащ Сеня ты блять вообще адекватный хуй ты там встал-то ныряем сейчас я сразу проверю Семена мало ли мы у него тоже плащ появился так Семен ну да у него нет плаща Фродо не отставай нужен твой фиал я надеюсь что всё правильно потому что мы вдвоём же мы можем спрятаться в пещере хотя в фильме мы и в плащ тоже могли прятаться вдвоём могли бы и Сэма тоже спрятать под своим покровом так я уже вижу что нам понадобится Семён блять нахуй а я не понимаю они пригнулись типа Назгут их не заметит что ли и зачем это нет это конечно всё весело и забавно но зачем я не понимаю хорошо я буду идти дальше ага дальше то я и не могу походу пройти или куда мне надо наверное я должен ага вот так он мне должен был сделать и здесь мы поможем Фродо пройти всё ясно я сначала подумал что нам нужно раскачиваться до тех пор пока ветка не сломается а куда еду ага я должен к Сэму прийти так хорошо к Сэму я пришёл и что дальше ага вижу нет не вижу Назгл начал летать и я не могу прыгать на пробел я делаю перекаты вот такие так ага блять я нихуя не понимаю что от меня хотят так Фродо иди блять встань сюда сейчас Семён вскарабкается не Семён уже утонул не дождался бедняга мне кажется надо что-то сделать с этим деревом потому что ну как бы оно неспроста здесь ты можешь ровно идти или нет иди нахуй блять сдохни там в муках ещё раз я попробую перебраться на этот берег просто просто ведь у нас Сэм работает с деревом поэтому отправим его хорошо Сэм аккуратно не упади я тебе умоляю и здесь наверное нам нужно что-то сделать с ним нет я могу вот таким образом вращать камеру но она мне не даёт абсолютно нихуя я вообще не вижу что здесь можно сделать я попробую как-нибудь ударами ага всё ясно Сэм прошёл окей ну и Фродо пускай там уж сам как-нибудь за мной плетётся всё понятно оказывается ничего сложного не было да хоббиты конечно пиздец просто охуительные пацаны вот просто так прыгнуть они не могли когда я влез в болото всё начали прыгать где логика вообще хорош всё я прячусь Фродо надевай плащ Фродо умный пацан давай назгул быстрее уже господи пролетай и почему он всегда пролетает в тот момент когда мы прячемся тупой назгул что можно сказать хорошо ну реально я передвигаюсь в болоте быстрее чем на суше так строим мост побыстроляну Фродо если ты будешь мне помогать мы гораздо быстрее пройдём но я вижу ты не особо торопишься хоббиты быстрее Гулум ты заебал серьёзно быстрее хоббиты черные врата уже совсем близко кто там доставка пиццы а вот и мясо которое вы так хотели ворота их открывают ну чё пацаны это ваш шанс нет есть другой путь тайный во мраке веди нас смеггл козырные конечно трусы у Гулума кто это злые люди прислужники тёмного это олефант нахуй это засада оу мы даже здесь повоюем так а что мне делать надо ага мне олефантов надо разбирать хорошо давайте попробуем я вижу крепление и скорее всего наверное нам надо по ним стрелять как-нибудь нет да хорошо давайте тогда посмотрим что ага может быть да нам нужно сначала построить ловушки или что это такое мы делаем и слон подождите нет я вообще не понимаю что нужно сейчас мне делать я построил себе батут и с помощью него я должен запрыгнуть на славу а на веревку все понятно окей так разборочка пошла хорошо хоть тут блять стреляйте видите ближний бой пошел так веревку взял ага забираюсь наверх все этого пацана мы сейчас выталкиваем отсюда и слоном некому будет управлять слон уехал вместе с нами хорошо теперь все понятно сейчас надо разъебать еще одну елку так материалы у нас имеются все стройка пошла блин классно конечно что здесь можно играть вдвоем это прям вообще угарно но хотелось бы чтобы и сам искусственный интеллект хоть немного этим самым интеллектом обладал просто они реально вообще абсолютно нихера не делают рожь просто смотрите ребят у нас даже оружия нет все в рукопашку замечательно мы справились со своей задачей кажется мы засиделись кто вы мы хоббиты из широ мы вышли из ривенделла с нами было семеро один погиб в море двое как я еще один гном один эльф и двое людей арагорн сын арахорна и баромир из гондора вы друзья баромира да вы огорчитесь узнав что он мертв как он мой брат два полуродслика а со мной преданные люди кольцо власти в моих руках он должен уничтожить его поймите же мы идем в мордор а сгилет атакован просит подкрепление кольцо отправится в гондор ну а что будет дальше мы узнаем в следующей серии подписывайтесь на канал комментируйте ставьте лайки всем пока